Виталий Лазаревич Добин Встретились мы с вами в преддверии дня борьбы с туберкулезом всемирного. День борьбы с туберкулезом – очень важная дата в медицине. Расскажите, зачем его празднуют во всем мире, отмечают? День, собственно говоря, связан с выступлением известного немецкого ученого Роберта Коха в 1782 году на съезде германских естествоиспытателей, на котором он сообщил о том, что открыл возбудитель туберкулеза. Вот это, собственно говоря, та дата, которую мы постоянно отмечаем. Ну, этот день как бы подведения итогов и намечания планов. Туберкулез – заболевание в прошлые века очень сильно распространенное, широко распространенное. Как обстоит дело на настоящий момент и в мире, и в России? Сейчас, в общем-то, у нас здесь, конкретно в Рязанской области, состояние с туберкулезом, в общем-то, значительно улучшилось. Мы в числе одних из самых передовых областей, вот мы входим в первую пятерку областей, которые по хорошим показателям, которые существуют у нас в России. Ну, то, что касается социального состава больных, которые болеют туберкулезом, то сейчас такой нет явной, как бы сказать, выраженности до того, что какие-то определенные социальные слои. Все как-то помаленьку так болеют. Но я должен сказать, что мы гордимся тем, что среди детей практически туберкулеза почти нет. В основном это взрослые люди. Ну и, естественно, конечно, сказывается на проблеме борьбы с туберкулезом, миграция населения. Так какими же путями удалось добиться таких хороших показателей нашему региону? Ну, во-первых, самое главное, улучшением качества жизни, которое произошло вот с 90-х годов за эти 30 лет. Потому что очень плохие показатели были, самые плохие за всю историю, начиная с 60-х годов в середине 90-х годов. Потому что были разрушены все привычные механизмы борьбы с туберкулезом, финансирование с государственного потом, в общем, так скажем, на какое-то время все это развалилось. Были специальные программы, в том числе и международные, которые нам помогали. А сейчас, в общем-то, в связи с тем, что налажена жизнь, поднялся уровень жизни, все более-менее как-то заработало в том режиме, в котором это должно работать в цивилизованной стране. Вот нам удалось теперь добиться показателей самых лучших за всю историю наблюдения за больным туберкулезом в России, вот здесь сейчас, в конкретном ризане. Можешь мне рассказать конкретные методики? Наверняка существуют и некие достижения научные в том числе. Ну да, конечно. В общем-то, встроена налаженность системы выявления сейчас среди детей, среди взрослых, среди определенных людей, к которым мы относим к группам риска по туберкулезу. Значительно усовершенствовались методы диагностики в связи с прогрессом в диагностической технике и энтероскопической, и бронхоскопической. Значительно улучшилась лабораторная диагностика в связи с тем, что мы теперь работаем с помощью методов молекулярной биологии. Если раньше мы с помощью микробиологии классической работали и отсроченно получали представление о характере возбудителя у какого-то больного, то сейчас мы в режиме почти реального времени это все делаем. Кроме того, значит, все-таки идет усовершенствование лекарственных форм, которыми лечат туберкулез. Ну и в последнее время, конечно, вот сейчас стали создаваться новые лекарства, которых прежде не было. Это связано с тем, что, в общем-то, произошло развитие так называемого лекарственного устойчивого туберкулеза. Когда было плохо с лекарствами, вот в этот момент как раз эта волна и вспыхнула. Что это такое? Подробнее можно мне рассказать? А это, в общем-то, что вы себе представили очень просто так. Когда больной лихорадящий, кашляющий, кровохаркающий к нам приходил, то нам удавалось сразу с помощью назначения лекарств резко изменить течение его болезни. А поскольку в последнее время появились лекарственные устойчивые формы туберкулеза, то, в общем-то, частенько мы этого в прежние времена не могли добиться, потому что лекарства не действовали. И у нас даже появился такой термин – лекарственно неуправляемый туберкулез. Но эта тенденция, она по всему миру проявляется. А сейчас для борьбы с этим создаются новые лекарства. Ну, это долгая очень работа, кропотливая работа. Это дорого всё. В общем-то, уходит где-то времени 15 лет на создание одного лекарства. Пока его синтезируют, проверят там на животных, потом на добровольцах. Ну, это целая история. Вот. И поэтому, в общем-то, сейчас казалось, что этого не будет. Такая эра наступила. И вот мы сейчас интенсивно в этом направлении трудимся. Работа не прекращается, в общем, никогда. Нет, и на секунду. А теперь такой вопрос. Как же можно заразиться туберкулезом? Откуда он вообще берётся? И несмотря на то, что ситуация на настоящий момент хорошая и спокойная, стабильная, всё же такая опасность существует? Ну, в общем-то, основная опасность исходит из тех, кто избегает профилактических медицинских исследований. Значит, вот среди них как раз мы находим большую часть больных туберкулезом. У нас есть такое понятие, непроходившие профилактические исследования два года и больше. Ну, а если говорить вот о стадиях, вы сейчас в самом начале нашей беседы рассказали о том, что диагностика очень хорошо сейчас развита. Да, да. Для тех, кто вовремя приходит. Кто вовремя приходит. Мы же говорим, что такое профилактика. Это обследование практически здоровых, которые себя чувствуют нормально в момент обследования. И вот мы всем говорим, что вот в этой стадии, если вы придёте к нам, то есть мы увидим что-то у вас там на рентгенограмме, значит, мы вас вылечим благополучно, и, в общем-то, никаких остаточных изменений даже не будет. У тех, кто будет вас обследовать потом, он не увидит ничего. Но надо прийти. Мы говорим, что наши ведь люди отличаются тем, что мы привыкли, ну, вы помните меня, в период социализма государство всех опекало и заставляло, и делало, или руководство предприятия какое-то там, учебного заведения, а сейчас всё, вот так скажем, возложено на плечи самих страждущих. А вот некоторые страждущие, собственно говоря, безответственно подходят к себе самому. Но они даже не то, что безответственно, они не представляют возможных последствий того, что они делают. Дело в том, что в любой капиталистической стране, если предоставляется человеку право пройти бесплатно какие-то профилактические обследования, там нет такого понятия, что кто-то отлинил. У нас, к сожалению, эта культура не развита. Конечно, потому что мы говорим, что здоровье – это то, что позволяет сохранять работоспособность, рабочие места, мы говорим, в условиях капитализма. Если ты имеешь работу, то очень счастливый человек. А теперь скажите, в зависимости от того, на каком этапе, допустим, выявлено заболевание, в течение какого времени можно вылечить, если это пришёл человек с начальной формой, когда ещё симптоматика наружу не вышла, и с той формой, которая уже невооружённым глазом может определить любой? Здесь всё очень индивидуально, но так в средней стройке колеблется где-то от полугода до двух с половиной лет. До двух с половиной лет? Да. То есть эти два с половиной года фактически вычеркнуты из вашей жизни. И в течение последующей всей жизни необходимо соблюдать опять же определённый образ жизни? Нет, дело в том, что те, кто у нас вылечиваются, то они продолжают потом стоять в так называемых неактивных группах наблюдения. То есть мы фактором времени проверяем прочность заживления туберкулёза. Понятно? Если, значит, у него что-то происходит, даже тогда, когда он хорошо себя чувствует, мы всё равно профилактически обследуем, обследуем, обследуем с определённой кратностью. Вы у нас заслуженный врач России, ещё и практикующий по сей день. Можете ли вспомнить какие-то очень сложные случаи, когда приходилось применить самые новые достижения медицины, чтобы помочь вам? Вы знаете, что здесь не столько вот всем хочется какой-то экзотики невероятной и так далее, но клинические ситуации бывают, как мы говорим, неотложными. Кровотечение, лопается лёгкое у человека от болезни. Вот в этих, собственно говоря, случаях мы действуем как пожарная команда. То есть если мы вовремя не успеем прогасить этот человек, может погибнуть. Вот, ну да, тут появляются новые лекарства для остановки кровотечения, новые методы остановки кровотечения, новый метод герметизации лёгкой. Значит, мы всё это используем, конечно. У нас сейчас основные проблемы в офтезиатрии. Вот, это, во-первых, лекарственную устойчивость возбудителя. То есть те лекарства, которыми мы располагаем, у 3% примерно в среднем по России, от 1 до 3% вообще не действуют. Старые. Поэтому вот мы сейчас стоим перед задачей создания новых лекарств. Второе. Это распространённость ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция снижает очень резко противотуберкулёзный иммунитет. И поэтому ВИЧ-инфекция выступает акселератором тяжести течения туберкулёзного процесса. Кроме того, у нас очень большие миграционные процессы. Вот, в связи со всякими, так скажем, коллизиями общественными. Ещё один момент. Стареет население. Это мы называем коморбидные болезни, когда у пожилого человека не одна, там несколько уже возрастных болезней. Естественно, они мешают тоже нам делать то, что мы делаем у молодых, очень легко и просто. Очень актуальна, конечно, сейчас борьба с ВИЧ-инфекцией. Параллельно. Это две таких социальных болезни, которые поражают в основном молодое население. И мы говорим, что ВИЧ-инфекция на сегодняшний день – это самая частая причина смерти женщин гитородного возраста. Так, ВИЧ вызывает туберкулёз, а туберкулёз повышает смертность при ВИЧ. Поэтому это так замкнутый круг. Взаимосвязь прямая существует. Да, прямая, да. И поэтому хоть и раз в году, в середине марта, в день... Да, мы всем напоминаем, вы смотрите. Да. Сообщество медицинское каждый раз устраивает. Кстати говоря, какие мероприятия ожидают именно в этот день, в середине марта? У нас много всяких мероприятий проходят в это время. Мы выступаем в учебных заведениях, во-первых. В первую очередь. Значит, у нас студенты, они тоже самое читают лекции. Для населения. Вот. В поликлиниках, значит, у нас там тоже всякие санитарные бюллетени выпускаются. Передача. Это уже наработанные такие средства. Вот. Ну, мы говорим, что сейчас проблема туберкулёза не так актуальна даже, как проблема ВИЧ-инфекции. Ну, а всё вместе, я говорю, вот это, так скажем, одно с другим взаимосвязано. В день борьбы с туберкулёзом. И не только. Что ответственность за ваше здоровье прежде всего лежит на вас. Не забывайте. Конечно. Вовремя проходить медицинские осмотры. Замечательные слова, да. И тогда многих проблем можно будет избежать. Если говорить о научных достижениях в области фтизиатрии, что мы можем рассказать о последних достижениях? Вот я должен сказать, что 20-й век – это век медицины, биологии. Теперь это по всем показать. Значит, в 98-м году был геном человека, а в 1999 году геном туберкулёзного возбудителя. Теперь, значит, у нас идут работы по генетике возбудителя ежедневно. В таком ежедневном режиме по всему миру вот открывают возбудители, которые в каких-то регионах там имеют какие-то свои специфические особенности и формируют библиотеки этих возбудителей на определённых территориях. И вот это получило наименование новой наукой – филогеография. То есть она показывает, что определённые популяции людей страдают определёнными популяциями возбудителя туберкулёза. Очень такое крупное достижение. Кроме того, ещё очень интересно, как сама микобактерия туберкулёза, возбудитель туберкулёза на протяжении эволюции приспосабливалась к людям. Появилась такая новая наука, которая называется палеогенетика микобактерии. Так вот, она изучает историю возникновения этого микроба. И, может быть, вы слышали, что всё время говорили, что человек заразился туберкулёзом от крупного рогатого скота, конкретно от коровы, когда приручило его в период неолита. Это произошло где-то около 30 тысяч лет тому назад. И сейчас мы знаем, что нет. Микобактерии туберкулёза гораздо старше человека. Если человек где-то примерно на Земле существует полтора миллиона лет, то микобактерии – три с половиной миллиона лет. Представляете себе? Всё это удалось открыть с помощью палеогенетики. И поэтому, как бы сказать, в течение такого очень длительного времени произошло идеальное сближение человека с туберкулёзными микобактериями. То есть раньше она свирепствовала, вот так вот, как коронавирус, убивая быстро людей. А потом, когда люди стали быстро умирать, не оставалось пищи, и поэтому, собственно говоря, стали приспосабливаться друг к другу. Туберкулёз принял такое затяжное течение. Допустим, эпидемии XIV-XV века сопровождались вымиранием 40-50% населения Европы. А теперь мы этого не видим, потому что и микобактерии нас любят, в кавычках. Возможно ли на настоящий момент, вот с тем, скажем, вектором развития науки, возможно ли будет победить совсем болезнь? Ну, вы знаете, что я вам приведу такую парадоксальную вещь, что, в общем-то, в абсолютном исчислении количество больных в популяции остаётся постоянным. А в связи с ростом популяции цифры уменьшаются. Понятно, о чём речь идёт? Да, понятно. Поэтому периодически бывает так, что эти цифры чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше. Ну, я думаю, что вряд ли всё исчезнет. Единственное, что нам нужно перевести, это в управляемое состояние. Чтобы народ не страдал, особенно дети. И чтобы последствия не доходили. Конечно, да. Итак, в гостях у нас был Виталий Лазаревич Добин, заведующий кафедрой эфтезиатрии с курсом лучевой диагностики Рязанского государственного медицинского университета, профессор и заслуженный врач России. Спасибо вам, что нашли время прийти к нам. Спасибо вам. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»